Здесь же на Фрунзенской набережной находится и вот это светлое протяжённое здание Национальный центр управления обороной государства В 1951 году построил его архитектор Лев Руднев здесь, как штаб сухофутных войск СССР Главнокомандующими которого в разное время были такие известные его начальники, как и Георгий Жуков, Иван Конев, Родион Малиновский Руднев хотел, чтобы во внешнем облике читалось и назначение здания, поэтому оно получилось таким мощным, монументальным, упрашенным на фасаде, прельефом, в виде победной государственной символики Искизы, которым архитектор рисовал лично Здесь же причал Министерства обороны располагается, оборудованный вертолётной площадкой Встречает первый пешеходный мост на нашем пути Это мост-путешественник, поэтому имеет двойное название По месту старый практически называют его Андреевским Поскольку находился он в двух километрах выше потечения, около мужского Андреевского монастыря Здесь же называли Пушкинским По имени Пушкинская набережная, что слева В начале 20-го столетия вокруг Москвы проходила окружная железная дорога, частью которой мост этот и был К концу же этого столетия начал он решать Поезда шли по нему со скоростью уже не более 30 км в час И тогда власти решают на месте старого моста построить новый Эту же замечательную железную арку решили не пивить А специалисты сказали, что после соответствующей обработки мост послужит ещё как пешеходный Поэтому подгрузили эту конструкцию весом 1,5 тысяч тонн на три баржи И за полтора часа переправили сюда, в арку Борького Подготовка же к этой уникальной операции заняла целых 11 месяцев А поскольку передвижка происходила в мае, то ещё этот участок реки на неделю перекрыли Поскольку в этом месте река шире, то всей конструкции моста не хватило И с одной стороны пришлось пристраивать ещё два пролёта по 25 метров каждый Мост остеклили, переоборудовали пешеходный и он получил второе рождение Является памятником инженерного искусства, о чём гласит табличка на одной запор моста Когда Москва в соответствии с генеральным планом развития реконструкции строилась, перестраивалась, особенно центр Здания сносились, строились новые, некоторые же решили не сносить, а передвинуть Мешали они либо прокладки на улице, либо их расширение, например, на Тверской Когда-то её ящики называли улицей змеёй, поскольку она была узкой, извилистой и неровной Настолько узкой, что встречные телеги иногда друг-друг колёса не цепляют И вот её решили расширить Ну а здание куда девать, ведь всё не сносёшь, это дорого и очень затратно достаточно Ну и поэтому вот решено было их передвинуть Впервые двигать здание начал в истории ещё в 15 веке Выдающийся архитектор Аристотель Керавантик В Италии он передвинул колокол, у него есть расстолкование очень удачно Потом церковь, разумение удачное, на него начались гонения И он сбежал в Москву строить премию Чем оказал нам неоценимые услуги Мы в правочных масштабах начали двигаться здание все американцы Случалось, что это в конце 19-го и начале 20-го столетия Технологии уже передвижки держали не в секрете Поэтому это был для них бизнес И они на этом зарабатывали Поэтому нашим инженерам, которые из этого тайма не делали Пришлось изобретать эту технологию вновь Занимался передвижкой здания в Москве Выдающийся инженер Имануил Гендель Руководивший Трестом по передвижке здания Передвели же дома так На новом месте выкакивали деклама Строили фундамент Затем здание предназначено для передвижки Срезалось со старого фундамента Треста приподнималась на Домградах Потом подняла подвартили рельсы На платформах деревянных Поперёк которых лежали стальные катки И вот на этих самых катках Перемещали дом при помощи лекарь и ледок На новое место Обычно это происходило ночью вместе с жильцами В коммуникации все в доме продолжали при этом работать Поскольку подсоединялись к дому при помощи их шлангов Ну все равно это для многих было стрессом Поэтому старались на время передвижки Сбежать куда-нибудь в Труксвен Поэтому людям обычно сообщали неправильное время и день передвижки Ну сами представьте Утром перебинули около 70 зданий В основном на Тверской улице Со временем технологии то забросили И вот когда строили новый аэроплат В 60-х годах В прошлом столетии Там почти целый исторический район Был просто снесен танками Последним же зданием передвинутым в Москве Стало здание МХАТа имени Чехова Что в Кемергерском переулке В 80-х годах решили на 10 метров расширить зрительный зал театра В половине сцены произвели разрез здания Раздвинули половину на 10 метров Оказалось потом, что в этот промежуток не помещается оборудование Ради которого это все и замышлялось Пришлось раздвигать здание на 20 метров, а потом сдвигать на 10 Ну а именно Гендель, когда в надобности в его услугах здесь в стороне отпала Уехал за границу и передвигал здание уже там И тоже успешно А дело это технически очень сложное и опасное И учитывать надо еще то, что происходила передвижка в 30 метров За годы в год репрессии И вот всего этого Гендель удалось избежать Ведь здание передвинутым, а стоят по сей день и все все не хорошо Мы же приближаемся к мосту, по которому проходит 3 транспортное кольцо и линия МЦК Именно здесь и находился старый Андреевский, ныне Пушкинский мост И вот здесь и есть И вот здесь и есть Новый мост тоже называют Андреевским по имени расположенного слева Андреевского мужского монастыря Точная дата появления которого неизвестна В средние века была здесь Божидонка, где отбивали случайно найден к покойнику Когда же в конце 16 века от стен Москвы бежали войска Архана Хазагирея Москва избежала очередного разорения монгол-татарами Случилось это в день поминовения великомученика Андрея Стартилата В память об этом событии построили здесь деревянный храм Поэтому это монастырь называют Андрейским В 17 веке отстроен он был уже из камня Тогда же боярин Федор Артищев создал здесь так называемое Учительное Братство В котором монахинки со всей Руси обучались совпало славянскому и греческому языкам и естественным наукам Позднее Учительное Братство станет славяно-греко-латинской академией И поэтому-то Андреевский монастырь считается колыбелью русского просвещения и образования А эту академию со временем закончит и Михаил Васильевич Ломоносов Заличайший ученый всех времен и народов За всю историю монастырь неоднократно открывался и закрывался Первый раз закрыл его Петр I, создал нем первый в России детский дом Была здесь и богодельня и даже тюрьма В советское время монастырь вновь закрыли И поначалу разместили здесь дом коммунной клуб А позднее лаборатории, расположенной поблизости Академии наук Которая находится вот в этом светлом здании с золотой короной на крыше В начале 90-х монастырь вновь передали русской православной церкви При этом же он не утратил и просветительского назначения Ведь Синодальная библиотека монастыря насчитывает 120 тысяч домов И является одной из самых больших в России И поэтому это накаждение здесь поблизости Академии наук Лишь подчеркивает значение этого монастыря КОНСТАР ДОРОСИ И вам нужно дайте, чтобы быть годикаhmen насч resur verder КОНСТАР И вам нужно будет известный город И пропустить новые города isopan ректор Ну, поскольку речь зашла об образовании, нельзя не сказать и о Московском государственном университете имени Ломоносова. Слева, впереди он уже виден. Располагается он в одной из семи сталинских высоток. Кстати, самый большой среди высоток сталинских. Высота ее 240 метров вместе со шпилем. История же появления университета начинается в середине 18 века. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. Из подачек графа Ивана Ивановича Шулава, человека прогрессивно-мыслящего, и Михаила Васильевича Ломоносова. Указ она подписала, а построила вот только Екатерина II в самом конце этого 18 века на собственные средства. На 120 тысяч рублей она на это потратила. И стоит университет до сих пор на Маховой улице. Ну, а нынешний университет открыл двери для студентов 1 сентября 1953 года, которых учатся здесь по разным программам аж 38 тысяч. Множество легенд окружает это здание. Еще на стадии разработки университета Лев Рудник получил за него сталинскую премию. Настолько удачно оказалась общая композиция высотки. Студент учится и на 21, и на 28 этаже. А на 31 находится музей землевидения. Когда смотришь с такой высоты на всю Москву, то испытываешь ощущение полета. А студенческий городок на Воробьевке это огромный студенческий город. Если бы кто-нибудь задался целью высший средний возраст прохожих, скорее всего выяснилось бы, что это самое молодежное место столицы. Особенно если принять во внимание, что здесь же находится дворец пионеров и школьников. Редкий школьник прошлого столетия миновал это замечательное учреждение. Уже тогда во дворце работали кружки секции, был живой уголок, театральная студия. А в 1959 году открылась и станция метро Ленинские горы на нижнем ярусе Лужнецкого метра моста. Строился мост по пыхах с технологическими ошибками. И уже летом 60-го года от потолка станции метро оторвало 4 листа обшивки, правда обошлось без жертв. И к 1983 году мост потерял 60% несущей способности и был закрыт. Для беспрепятственного движения поездов метро по обеим сторонам построили однопутные балочные пролеты и начали ремонт, который длился почти 20 лет. И наконец в 2000 году открылся сначала верхний автомобильный ярус, а через год-два и станция метро уже под названием Воробьевы горы. С огромным выставочным залом, экспозиция в котором постоянно меняется. А все дело в том, что строили мост зимой и для быстрейшего застывания раствора в бетон добавляли соль. Она-то со временем и привела к разрушению опор моста. А спортсменные лужники, что у вас было, как всего она 3 года, оставшая лужниц полного моста. История же создания лужников начинается в начале 50-х годов и не у нас в стране. Ту летнюю олимпиаду в Хельсинке 1952 года назвали играми фронтовиков. Первые участвуя в ней после войны, советские спортсмены завоевали там 71 медаль, в том числе 23 золотых. Вдохновленный таким феноменальным успехом, советское правительство принимает решение о строительстве большого московского стадиона. Выбор пал на лужники, поскольку здесь и масса зелени, и чистый воздух, и подъездные пути сюда удобные. И находятся они всего в 5 километрах от Кремля. За 3 месяца готов был проект, а на саму стройку отвели всего 450 дней. Немыслимо короткий срок для строительства объектов такого масштаба. В Волочистую местность на 2 метра засыпали грунтом 15 тысяч строителей. Плюс выходили сюда добровольцы, плюс строители военных батальонов. Строили стадион в 3 смены без выходных. Строиматериалы, как и для метро, поступали со всей страны. Из Украины шла электрика, из Крипалтской мебели, из Украины, а из Сибири брусок. И уже 31 июля 1956 года стадион был торжественно открыт. Но первыми сюда вместе со спортсменами пришли и военные. Военные с космической программой СССР. В то время на базе Института авиационной медицины создавался отряд космонавтов номер 0. Из солдат-срочников, офицеров и ученых. Задача которых была проверка методики, по которой будут тренировать будущие космонавты. А значительные испытатели и нагрузки запредельные. Это парокамера, высотный полет и бассейн. Бассейн, спорткомплекс, ложники, ныне дворец водных видов спорта. Вот он справа, с кольцами на фасаде. Сюда на 12 дней лишь только в шапочке и плавках положили испытателя Леонида Сидоренко. Проверка на устойчивость к невесомости. Когда же Сидоренко через 12 дней отсюда вынимали, пульс был 210 ударов в минуту. Эксперимент не закончен. Испытатель ставит на беговую дорожку. Через минуту у Сидоренко брызнет кровь из-под преснувшей кожи. В бассейне он потерял весь подкожный жир. Дорожку останавливают, отправляют испытателей в госпиталь. Но благодаря тому эксперименту в Лужниках вся страна услышала знаменитая Гагаринская «Поехали». За всю историю в Лужниках прошли первые всемирные юношеские игры. Состоялось 7 спортики от народов СССР. Прошли чемпионаты по различным, чемпионаты мира по различным видам спорта. А в 1980 году именно с большой спортивной ареной Лужников, что справа, в ночное небо улетал, олимпийский мишка, вызывая слезы зрителей. Когда же впервые в истории Россия получила право стать странной хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 и испытывать чудовищное международное давление, то стадионы вовсе хотели снести и построить вместо него новое. Это было проще, ведь он должен был стать футбольным. Но потом решили этого не делать, поскольку с одной стороны Лужники – это спортивный стадион огромный, а с другой же площадка со строениями в стиле «Сталинский ампир». Они интересны, уникальны и всем нравятся, поэтому привезут реконструкцию, это обязательно учитывают. В результате перед чемпионатом мира была проведена здесь масштабная реконструкция, и стадион стал футбольным и обзавелся вот этой замечательной крышей шириной в 60 метров. Комиссия FIFA провела здесь ревизию и прислала стадиону 5 звезд, что является на высшей оценкой, которую достойно всего лишь несколько стадионов Европы. В прошлом году канатная дорога открылась вот, так что теперь с одного берега на другой можно переправиться и прокатившись на ней. Слева виднеется комплекс «Небоскребунг» Московского международного делового центра «Москва-Сити». В начале 90-х годов начал он строиться здесь по инициативе тогдашнего мэра Юрия Лужкова, для того, чтобы административные организации из центра вывести и таким образом немного его от пробок разгрузить. Самым высоким зданием комплекса является башня Федерации, а именно корпус «Восток», высотой более 300 метров. Все башни имеют частных владельцев и стоят на деньги частных компаний. Подземная часть Москва-Сити тоже впечатляет. Вглубь она уходит на целых шесть этажей. Это огромный подземный город с кинотеатрами, автостоянками, банками и даже тремя станциями метро. Что интересно, если сейчас Москва-Сити дает городу белых воротничков, то в XIV веке давал белый камень. Ведь именно здесь его и добывали, когда строили белокаменный Кремль, предшественник нынешнего краснокирпичного. Поэтому-то вот это место... И под названием «Воробьевые горы». Название такой территории-то получило еще в те времена, когда здесь находилось село Воробьево. А то, в свою очередь, стало так называться по имени его первоначальных владельцев, бояр Воробьевых. Те же прибыли в Москву, еще из Великого Новгорода, еще в княжение Александра Невского, для выполнения ответственных поручений московского князя, с которым успешно справлялись, за что она была пожалована вотчина огромная в этих землях. Спустя века Воробьевы эти земли продали великому московскому князю Василию I, а тот подарил их супруге Софье Витовковне. Об этом событии есть в записи в летописях XV века. Тогда же здесь построили роскошный деревянный Воробьевский дворец, который на многие века стал резиденцией Великой Московской князей и российских императоров. Любили здесь бывать и великий московский князь Иван III, и царь Иван Грозный, и царь Борис Годунов, и Екатерина II, но со времени дворец начал ветшать и окончательно сгинул в пламени пожара 1812 года, во время нашествия наполеоновских войск. В 1924 году Воробьевы горы и вовсе были переименованы в Ленинские в честь Владимира Ильича Ленина и носили такое название вплоть до конца 20-го столетия. Тогда же в 90-х был здесь создан и одноименный государственный природный заказник, поскольку здесь всегда сохранялась опасность развития оползней. Поэтому-то Воробьевы горы сохранили вот такой первоначальный природный облик, характерный для этого леса, флоры и фауны, многие представители которой занесены в Красную Книгу. В 1924 году Воробьевы горы – это еще и важная века в истории жизни каждого поколения, поскольку скоро уже столетия, как сюда приезжают свадебные кортежи. Ну что за свадьба без Воробьевых гор? Откуда же пошла такая традиция, точно неизвестно. А император Александр I называл Воробьевы горы короною Москвы. Место здесь, Воробьевы горы – место такое особое, принимающее далеко не всех и не каждого. Взять хотя бы попытки, вспомнить хотя бы попытки построить здесь что-либо грандиозное, ведь именно здесь поначалу и хотели строить храм Христа Спасителя. Но стройматериалы, которые сюда завозили, в два раза были разворованы, а архитектора Витберга даже ненадолго посадили в тюрьму за растрату. Но потом решили, что он просто был наимым человеком. Ну так или иначе, строительство храма было здесь прекращено. А в 1917 году, в том числе и с Воробьевы горы, большевики четыре дня и ночи обстреливали Кремль из пушек. И вот поскольку здесь опасность оползней сохраняется, то считается, что под зданием Инду работают холодильники, охлаждающие грунт. Ведь поначалу высотку-то начал строить другой архитектор, Борис Афан, который хотел ее построить непосредственно на берегу, почему-то. Но потом проект, по счастью, передали Льву Рудневу, который от греха подальше отнес здание достаточно далеко от берега. И, как считается, разместил по ним холодильники. Поскольку, опять же, опасность оползней никто не отменял еще. Ну, а под стенами Андреевского монастыря, что справа, скрытый от посторонних глаз, Крам же вновь открылся в 2000 году и, так же, как и более времена, является кафедраевым собором Русской Православной Церкви, где проходит богослужение Патриарха по большим православным праздникам. Спустя примерно пять лет после постройки Крама появился здесь и второй пешеходный мост на нашем пути. Как только мост построили, москвичи прозвали его Патриаршем, а власти официально это название за мостом и закрепили. Когда его не было, то Кремль фотографировали обычно с большого каменного моста, следующего на нашем пути, но Патриарши выше, и поэтому Кремль с него как на ладони. Если не были, зайдите, ставите, полюбуйтесь. Какой-то мост современный, но построен под стрину, о чем говорят и чугунные резные фонари, которыми мост украшен. Неподалеку от Патриаршного моста справа находится Красно-кипичная палаца 17 века. Это жилой дом думы у дьяка Аверкия Кириллова. Был он при царе Алексею Михайловичу Романове, богатым и влиятельным чиновником. На его деньги была построена вот эта замечательная церковь в стиле русского узора, чье храм Николы на Берсене. Это шедевр церковного зодчества 17 века. Здесь же и некрополик Кирилловых находился, который в 30-е годы был уничтожен. Но однако церковь уцелела до наших дней. Палата Аверкия Кириллова соседствует вот с этим серо-розовым зданием под названием «Дом правительства». Предыстория постройки такова. После Октябрьской революции столица вновь из Питера переехала в Москву, и тогдашней элите ее детям надо было где-то жить. Вот для них этот дом любимый архитектор Сталина Борис Афан и построил в 1931 году. Дом этот входит в книгу рекордов Гиннеса по количеству знаменитостей, которые здесь проживали, и по количеству улиц городов, названных в честь этих людей. А проживали здесь такие знаменитости, как маршал Георгий Жуков, Михаил Пугачевский, дочь Сталина Светлана Лилуева, Никита Крущев, один из вождей Советского Союза, и многие другие. Справа же, обратив внимание на светло-желтый дом, ничем вроде не примечательный, он кроме того, что в 1938 году мешал строительству большого каменного моста. И тогда дом этот решили не сносить, а передвинуть. Но сложность была в том, что новое место было на 2 метра выше старого. И тогда дом сначала на целых 2 метра подняли на домкратах, подвели под него деревянные платформы с рельсами и переместили на новое место. А детская писательница Агни Барто потом написала об этом доме стихотворения и назвала его «Дом переехал». Дом стоял на старом месте, он пропал с жильцами вместе. В нем мальчик Сема, вернувшись из Крыма, из Артека, не найдя дом на новом месте, обратился к милиционеру, который ему сказал, что дом теперь переехал. И тогда Сема решил, на следующий год, не выходя из квартиры, отправиться на этом доме в Крым. Резон рассудит, если дом может ездить сам по себе, почему нельзя было бы на нем и на юг уехать. Ну а слева встречает нас панорама московского Кремля. Кремль нынешний построен был из красного кирпича в конце 15-го, начале 16-го века русскими и зодчими под чутким руководством итальянских. При великом московском князе Иване Третье. Ближайшая к нам башня угловая вода взводная. В 17-м веке стала она так называться, когда они устроили первый в Москве водопровод. Здание же со шпилем и часами это уже большой кремлевский дворец. В 19-м веке построил его уже известный нам Константин Тон в память о воинах русской императорской армии, погибших в Отечественной войне 1812 года. Кремляне с нее просматривались окрестности в радиусе 30-ти километров. И строить здание выше нее долгое время в Москве запрещалось. И завершает панораму Кремля угловая Батринишевская башня. За нее склон, называющийся площадью Васильевский спуск или Велесов. Он-то и приведет нас к главной площади нашей страны, Красной площади, которая известна была еще с 15-го века. Только тогда называлась Торг, поскольку Иван Третий, напуганный недавним московским пожаром, запретил строительство около Кремля на расстоянии почечного выстрела. Поэтому площадь перед Кремлем расчистили, установили они деревянные лотки, назвали Торгом и разрешили торговать. Спустя века Торг переименовали Красную площадь, деревянные торговые ряды стали каменными, а на их месте в начале 50-х годов был построен нынешний дом. Главный инверсальный магазин столицы, один из крупнейших торговых центров Европы. А когда-то торг был вымещен Тремлями, в 19-м веке булыжниками, а каменная оброчатка появилась на Красной площади уже в советские годы. Тогда же возродилась традиция проводить парады. На Красной площади, на которой прошли два самых значимых парада в истории Москвы и России, первый состоялся 7 ноября 1941 года, войска с которого уходили сразу на фронт, 2-й, 24 июня 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне. И до сих пор Красная площадь, несмотря на возраст, такой солидный и живет современной жизнью, проводится множество на ней мероприятий, фестивали, концерты, парады, а зимой заливается каток и работает бум-ярмарка. Вот недавно проходил фестиваль «Спанская башня», фестиваль военных оркестров. Ну а поскольку эта территория слева находилась, находится за торговыми рядами, отсюда и название «Зарядье». Здесь два года назад открылся одноименный парк, представляющий четыре природные зоны, характерные для нашей страны. Лес, степь, север и пруды. Это дерево, пруды. Эти деревья. Полный наперед. В devotе к 부ске, вот самый холодный поезд в зап hustürü в tuh воде. Толгов Шеридese, py hunch子 к художью, гад telekistingu G gemsb, В 1952 году построил эту высотку здесь Дмитрий Чичулин. Центральный корпус насчитывает 32 этажа, имеет высоту в 176 метров. Построено здание в стиле сталинский ампир. Об этом говорят вот и барельефы в виде людей, держащих щиты с изображением государственной символики. В здании селилась в основном творческая интеллигенция, актеры, писатели, режиссеры, поэты. Проживали здесь композиторы Никита Богословский, певицы Людмила Зикина, балерин Галина Уланова. В правом троллей высотке проживала актриса Фаина Раневская. В одну сторону от ее квартиры находился кинотеатр-элизион, по другую – булочная. И она говорила, что живет над хлебом и зрелищами. Композитор Никита Богословский любил, подшучивает над всеми. И завидев Раневского, через весь двор кричал ей «Привет, старуха!». Раневская злилась. А вот с поэтом Александром Твардовским сложились у нее дружеские отношения. А познакомились они так. Когда Твардовский возвращался домой, он вспомнил, что закрыл ключи от квартиры. А ему очень хотелось в туалет. И он позвонил соседке. Дверь открыла Раневская. В результате они проговорили 4 часа. И прощаясь, Своя Гергина сказала «Заходите почаще. Мой Клозет всегда открыт для вас». Оленин Город Births. Дверь, в жизни как она спросила полонор, Учаясь, что у кого она задержала, звезда醜-ливобода от Альвиновской. Твардов編 gaming на 4 часах. После этого уже осталась 那та победа. Продолжение следует... Продолжение следует... Но мы же с вами движемся по реке Москве, которая по одной из версий дала название нашему городу. Сегодня река и река, ничего особенного, но еще сто лет назад река была нужна всем, ведь она была и поилицей, и кормилицей, а учитывая российские традиции, еще и самой ровной московской дорогой. Уже тогда по реке ходили баржи с сеном, а как еще доставишь корм московским лошадям, чтобы чепорноцокать под Кирской или Никитской. Баржи с сеном это вообще не шутки, ведь огонь именно с таких барж в 1812 году по приказу генерала Милорадовича перекинулся на город. И Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Но справляли, но сплавляли по реке не только горячая сена, но и жито, и кирпич, и металл. Но вначале по реке надо было научиться ходить, а уровень был ее тогда ниже нынешнего. И вот чтобы корабли не сели на мель, по дну прокладывали цепь, которая потом наматывалась на колеса, расположенные на их борта, которые назывались туэры. Поэтому эту систему передвижения по реке назвали туэрной. Усилия с этих туэров передавались потом паровой машине, которая толкала судно вперед. Придуманная эта система, кстати, была в Лангвии. Сейчас, во времена технического прогресса, мы храним продукты в холодильнике, и на эту тему летом не задумаемся. Во времена же отсутствия, единственной возможностью сохранить продукты летом был ледник. А где его летом взять? Конечно же, зимой заготовить. И вот из реки Москвы выпиливали огромные глыбы льда, их отрезом называли кабанами, вытаскивали на берег, раскалывали и на санкт-коп возили домой. Там присыпали опилками. Чем больше ледник, тем надежнее будет в подполе мороз. А иначе бывает в Москве такая погодка, что и не убережет старательно припасенные грибочки, огурчики, да и просто картошку. Да и работой с пострадавшими от жары тоже занималась река. Сейчас мы бы не рискнули не искупаться, а еще сто лет назад купались в реке достаточно активно. Ведь около мостов стояли дома-купальни, размером с большой теплоход, в которых купались и стирали белье. А около Кремля даже были портомойные ворота. От слова мыть портки. Или термос в кастрюльке, поскольку с высоты напоминает термос. Мост был построен в 2000 году, но переправы через реку известны были здесь еще Кривань-Грозная. Только тогда они назывались наплавными, эти мосты, или живыми, вообще их называли, потому что они шевелились. Прямо на воду как плали бревна, которые скреплялись каким-то образом, и вот так переправлялись с одного берега на другой. Но неудобство использования этих мостов было в том, что... Их приходилось всякий раз разбирать, если река замерзала, или случалось наводнение, или при проходе судов. И самое главное, по ним нельзя было перетащить тяжелые пушки. В случае на другой берег, в случае нападения неприятеля. И поэтому необходимость постройки нормального моста возникла достаточно давно. Еще Кремль-Грозы и Романовы хотели построить каменный мост, но где-то в результате бюрократических проволочек дело затянулось. И в результате мост был построен только в конце 17 века царевной Софьей. И стал этот мост первым каменным мостом на Руси. Прямо около Кремля он был возведен. В 18-м же столетии случилось наводнение очень серьезное в Москве, в результате которого одна из запор этого самого большого каменного моста были повреждены. И вот чтобы начать ремонт его, надо было уровень воды в реке понизить. Прорыли тогда вот этот самый водоотводный канал. Вот он слева. И здесь окончание канала. Начинается уже он около памятника к метру первому. Длину имеет 4,5 километра. Через него перекинут 11 мостов. Мосты тоже интересные, многие из них. Поэтому здесь тоже экскурсия отдельная по ним проводится. На катерах, на кораблях, которые ходят по водоотводному каналу. Наш не может пройти из-за высоты. Ну как. И как только прорыли этот канал, появился здесь вот этот самый искусственный остров Балчик. Название такое в одной из версий происходит от татарского слова Балчик. Что означает глина или болотистая местность. Вот болотная площадь здесь же. А проложили канал этот по старому руслу Москвы-реки. В 15 веке был перенесен сюда на эти земли по указу Великого Московского Светля Зимана Третья. В 16 веке появились нынешние стены монастыря. А в 17 веке и вот сам собор, синие купола которого были несколько минут назад хорошо видны. Неразрывно собор этот связан с династией Романовых. Многие представители которых здесь и покоятся. Кроме тех, кто был когда-то царем или императором. Также собор этот играл и важную роль в обороне Москвы. В 16 веке целых три раза отражал он на беде крымских татар. Ну а в 17 веке именно в стенах этого монастыря народное ополчение готовилось к сражению с польско-рекорскими интервентами. А в средние века монастыря старались строить именно на окраинах города, поскольку они играли тогда важное оборонное значение. Стены всегда были толстыми и преступными. С частью садового кольца, как и крымский. Садовое появилось на месте земляного вала, стал он четвертым кольцом обороны Москвы после самого Кремля, Китай-города и Белого города. Вот со временем этот земляной вал превратился в Садовое кольцо, а Белый город стал бульварным кольцом. Обычно существует несколько версий на тему того, как происходили те или иные события. То есть нет однозначного мнения у историков. И версии эти очень разнятся. Взять хотя бы и возраст Москвы, который празднует теперь День города, 872 года, якобы. Хотя давно уже известно, что Москве более тысячи лет. Еще в 19 веке на территории Кремля проводили расходки. Нашли деревянные строения, возраст которых был определен как минимум лет на 200 больше, чем официально в Москве мы празднуем. А более ранних свидетельств о том, что было здесь, нету. Вот есть летописи, где говорится, что Юрий Долгорукий прибыл в городок тогда под названием Москов. И, значит, якобы основал здесь город. Хотя город до него был уже. Но, тем не менее, Юрия Долгорукого считает основателем города. Вот справа проходим сейчас Таганский холм. Считается, что название такое произошло от того, что здесь изготавливали таганы. Три ноги, в которые потом вставляли котлы, на которых варили еду. Еще это место называют Швиллой горкой. Множество версий существует. Откуда такое название взялось? Точно ничего не знаем. В одной версии здесь жили швейцы. Шили они одежду, мудиры для чиновников и военных. В другой, здесь располагался когда-то блошиный рынок. А слово Швилл означало тогда мелкий дешевый. Еще одна экзотическая версия говорит, что здесь когда-то находились огороды, на которые нападали бредители. Их называли Швилл. И еще одна экзотическая версия гласит, что по реке Яузе ходили брулаки, а здесь у них было место отдыха. И они здесь на кострах сочвили одежду и гоняли в Швилл. И много такого в Москве. Точно не знает никто, откуда слово Кремль взялось, откуда Москва, тоже масса версий на этот счет. То ли река дала название городу, то ли город реке. Само слово Москва тоже имеет массу версий. Вот увидим еще в заряде стену Китая, города. Там тоже, там все, ладно. Китайцы, мы точно, машины готовы. Китай будет. Пожалуйста, улица Балмановка, неподалеку здесь же, на Каганском полне, находится. Одни говорят, что улица эта получила название от того, что была здесь слобода шляпников, изготавливая не шляпы, а шляпу одевали на манекены, называли их Балмановки. По другой же версии, здесь находились русские капища, храмы, были какие-то жертвоприношения, и находились здесь кумиры, изображения русских богов, которых вырезали из дерева. Их называли Балмановки. Вот, точно, опять же, неизвестно, откуда название улицы взялось. Сейчас движемся вдоль левого крыла Сталинской высотки. Дом этот сам никакого отношения поначалу к самой высотке не имел, поскольку строился из красного кирпича еще до войны и был обычным жилым домом. Когда же было принято решение строительства здесь Сталинской высотки, то дом этот надстроили, оформили в соответствии с остальной частью, и вот так обычный живой дом стал частью легендарной Сталинской высотки и вошел в ее состав в качестве крыва. Все Сталинские высотки, по-своему, интересно и уникальны. Хоть они, на первый взгляд, и все похожи между собой, но у каждой отдельная история. Вот, например, опять же, откуда взялись Сталинские высотки, тоже точно неизвестно. Одни историки придерживаются традиционной версии, что Сталин решил строительством таких высоток подогнать и обогнать Америку. Хотел показать, что мы тоже умеем так же строить такие же высокие дома, небоскребы. Другие же историки склоняются к мистической версии. Говорят, что никакого отношения американцы здесь не имеют, поскольку зданий такой архитектуры в Америке просто нет. Высотки построены были архитекторами именно в тех местах, которые были лично Сталином указаны, и он ни на метр не разрешил в сторону отступать, если даже это было очень нужно. Как, например, случилось при строительстве высотки на Красных Воротах. Там под ней проходит метро. И когда архитекторы сказали Сталину, что нужно хотя бы ненамного здания в сторону сместить, ведь может быть обвал, он сказал, найдите способ, но высотка должна стоять именно здесь. И способ нашли. В ходе произведенных расчетов узнали, что если здание построить ровно, то после размещения грунта наклонится оно на 16 градусов. От вертикали отклонится. Тогда заморозили грунт, выстроили высотку с уклоном в 16 градусов, и когда он оттаял, она выпрямилась. Костим сожжение Градской, менее отель Хилтон, является самой маленькой высоткой из Сталинских, 136 метров, но зато там находится самая длинная бронзовая люстра в мире. Она даже не в рекордах принеса занесена, но вышел, увидел, что он не в шпиле, вырубался, и прошептал, прирастить. Сделали этот шпиль из жести, потом его прирастили, так, чтобы он был похож на память. Когда же после смерти Сталина, Хрущеву сказали, что желательно было бы на всякий случай шпиль тут убрать, потому что там потолок слабый, Хрущев сказал, пусть этот шпиль останется, как памятник глупости Сталина. Вот мы, кстати, сейчас проходим Китайгородскую стену, вон, видите, торцом она стоит. Это новодел, просто решили ее восстановить, чтобы показать, как она была устроена. Второе кольцо укрепления после Кремля. Тянулась она от угловой Беклинишеской башни вдоль набережной, потом проходила вверх по Китайгородскому проезду, далее по театральному проезду, и примыкала уже к угловой арсенальной башне. С обратной стороны, недалеко от кучки революции, можно часть этой стены увидеть. Но опять же, если, как бы считается, что вот эта часть стены, она является подлинной. На самом деле нет. Если посмотреть, то там на кирпичах стоят клеймы, которые говорят, что эти кирпичи уже были 18 века. А на самом деле стена построилась вообще-то в 1530-м годах. Еще матерью Ивана Дрожнова, Елены Глинской. Начали ее разбирать при Сталине эту стену на растаскиваемые кирпичи, поскольку надо было Москву расстраивать, материала не было. И вот, значит, из этих кирпичей настраивали верхние этажи жилых домов. Но потом все-таки поняли, что она имеет историко-архитектурную, историко-культурную ценность, и частики стены восстановили. Но, однако, той стены стены не осталось, потому что еще к тому же и время сыграла роль изначально кирпичи сыграться. Но, по крайней мере, можно увидеть, как она была на самом деле устроена. Она же считалась эта стена вообще неприступной, поскольку изнутри она полностью с защитниками снаружи прострелилась, вот, мертвых зон не было. С крамом с крамом и крам Василия Блаженного встречает нас визитной карточкой России. Вот с крамом тоже не все в порядке. По официальной версии считается, что построен он был в середине XVI века по указу царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Ну, если внутрь зайти, то на пополах изнутри можно увидеть свастичные символы. И вот, когда теперь реставраторы снимают верхнюю слою структурки, там обнаруживается другая совершенно история, что, оказывается, храм был свастичными символами старыми русскими языческими украшен, очень богатым, которые потом были со временем за Мазом. Как это все понимать, тоже нет ответа. Да и архитектура храма крестьянской священной соотечки вокруг центрального храма находится в 10 пределах. На месте же у многих известных храмов находились когда-то языческие капища. Они стояли либо рядом, либо на их месте в раме храма были построены. Вот, например, район Замоскворечья находится под женским началом. там находилось капище, то есть храм богини Макоши, богини судьбы. Сейчас, в христианское время, его заменила Параскева-пятница, улица Пятницкая. Там же и находится. Вот Кремль при взятии. Высота стен официально считается от 5 до 19 метров. Ну, не знаю. Вот, ходил я вокруг у меня, честно говоря, на мой взгляд, до 19 метров ни одна стена Кремлевской не дотяки. Другое дело, что они на несколько метров вглубь уходят, что тоже является загадкой. Стены же Кремля имеют протяженность 2 километра 235 метров вместе с башнями. 20 башен Кремля насчитывает на 5 из них звезды, которые установлены были в советский период. Первоначально звезды были установлены в 1935 году и сменили двуглавых оборудов. Изначально звезды были сделаны первые из нержавеющей столи, красными идиокрашенными сербовым молотом из уральских самоцветов, такашними символами Советского Союза. Но за два года звезды потемнели от пропоти и грязи, не подсвечивались, да и были слишком велики, поэтому не вписывались в ансамбль Кремля. И в ноябре 1937 года заменили к нежеизвестные нам рубиновые. Внешний слой не из молочного, чтобы они днем не выглядели черными. Подсвечиваются звезды круглосуточно, причем днем ярче. Тушили их за всю историю два раза. Первый раз во время Великой Отечественной войны, поскольку они были хорошим ориентиром для немецкой авиации. Второй во время съемок художественного фильма «Сибирский цирюльник». По их просьбе Никита Сергеевич Михалков, режиссера этого фильма. ну, мы же проходим сейчас вот большим каменным мостом, который вот и был изначально Царем Исофьев построен из камня и стал первым комитом Москвы на Руси. Нынешний же в 1938-м, из металла и бетона, но название сохранил прежнее. Поскольку тот мост первый получился достаточно широким, ширина его была 22 метра, шире самой широкой московской улицы в тех времен, то был он по обеим сторонам застроен различными лампами, даже палаты князь Меньшкова здесь были, тюрьма располагалась корчевная, где держали тех, кто незаконно варился на бланке. Старый мост, кстати, выходил сюда, вот на улицу Ленивка, и поэтому, значит, на улице Узкая к 30-м годам она не справлялась с возросшим потомом транспорта, но пришлось мост сломать и перенести его уже в сторону Кремля. В советское же время под Большим Каменным мостом располагался гон, а Кремлярский гараж особого назначения. А, ну, у нас тоже почему это не есть, если сейчас не будет, потому что у нас будет как-то легкий. Кстати, если по Ленивке подняться вверх и потом повернуть налево, то справа будет калмажный перелом. В царские времена калмаги там находились, по-гостке. Царские. А сейчас гараж и поселок. Те же калмаги, только... Те же калмаги.